Ассаляму алейкум, дорогие братья, дорогие радио-телеслушатели, иншаллах, сегодняшняя тема, немножко поговорим о Европе. Часто высказывают, проявляют мусульмане во всем мире любовь к Европе, откуда она берется и что с ней делать. Уважаемый наш возрастный устав сообщает, что проявлять любовь к Европе нельзя, просто нельзя. Человек так сделан, так создан, что он не может остаться нейтральным. Если он говорит, допустим, вот, хороший, классный, например, немцы, да, я сам приехал из Германии, меня зовут Ибрагин, для тех, кто не знаком, живу там уже с 2000 года в Германии. Конечно, я тоже в то время не понимал, почему мне там первое время было приятно находиться. Я приехал туда первый раз в 1996 году, ну, тогда Советский Союз, наша темнота, чернота, грязь, ругань, наглость, да, вот это вот такое, ну, скажем, грубое отношение друг к другу. И вдруг ты приезжаешь в страну, где тебе сосед или посторонний человек здоровается, улыбается, да. Я в шоке был, да, то есть такое небо и земля, да, то есть я думаю, куда я попал, да. И мне было приятно первое время там. Но уже более 20 лет я в Германии, тем больше и больше я осознаю, что там вообще не хочу находиться. Что-то есть притягающее, и с другой стороны, я оттуда хотел уехать 5 лет назад, но получилось так, что поехал в Ригу, да, то есть вообще не хочу быть в Германии. Духовность там страшна, да, то есть голод, духовный голод брата Браима. И теперь немножко-немножко общаясь с братьями, читая Ресария Нур, мы с братьями нашли причину, почему это так. Так вот, Совет Турси говорит, не проявляйте любви к безверным. Почему? Как я уже сказал, вернее, он сказал, человек не остается нейтральным. Если я открыто выказываю любовь к неверным, в подсознании мусульманина закрадывается такое ощущение, как бы недовольство исламом. То есть я, как будто восхваляя безверных, остаюсь недовольным исламом. И это большой убыток, большая потеря. Конечно же, Аллах не оставит нас без наказания за такие мысли. Теперь в чем же суть? Почему мы любим или нам нравится Европа? Но мы видим истину. Европа – это прекрасно. То есть там есть красивые вещи. Оказывается, братья, за свои небольшие 20 лет, которые я прожил в Германии, я понял, в чем суть дела, благодаря одному письму. И вот сейчас мы его девятое письмо в конце, почитаем, начало. Такой прекрасный вопрос задается. Между учеными ислама поводом для многих дискуссий стала разница между верой, иманом и исламом. Поводом для дискуссий стала разница между верой, иманом и исламом. То есть ученые дискутируют до сих пор, что такое иман, что такое ислам. Часть из них сказали, что это одно и то же. Другие же сказали, что не одно и то же, но одно без другого быть не может. И тут машала, прекрасный ответ от учителя, на мой взгляд. Между этими вещами есть следующая разница. Ислам – это признание необходимостью. Признание необходимостью. То есть я признаю необходимое подчинение. А вера – это осознание какой-то мудрости. Так вот, выражаясь иначе, ислам, на саму корень ислам, теслим, подчинение, да, когда вот, допустим, мы общаемся сейчас уже долгое время в Латвии с гостями, и на радио мы выступаем, в Риге на радио, на Рижском радио государственном. Когда я говорю, общаясь с попами, иудеями и буддистами, что все пророки были мусульманами, а вы преувеличиваете. Да, арабский термин «ислам», да, теслим, подчинение. Подчинился ли Иисус воле Бога? Конечно, подчинился. То есть по-арабски это называется, он был мусульманином, подчинившимся, покорившимся. Ну и вот, ислам – это приверженность истине, покорность и подчинение. Вера же – это принятие истины, ее подтверждение. Да, то есть вера – это принять истину и подтвердить ее. Да, то есть принять это одно, я должен за свидетельство подтвердить ее. Я вижу во Вселенной действия, и я понимаю, принимаю, что кто-то стоит за этим, принял эту истину и подтвердил, да, есть один мастер. Это вера. А ислам, теслим, подчиниться? А уверовав в того, что есть хозяин всему, подчиниться его воле. Что он от меня хочет, чтобы я был доволен? Что он от меня хочет, чтобы остаться благодарным за все эти подарки? Это ислам. И тут сразу маленькое такое объяснение. Раньше, говорит ученый, я видел некоторых неверующих, которые проявляли сильную приверженность к законам Корана. Ну и сейчас я их вижу, у меня много друзей, знакомых, даже вот недавно на прошлой неделе приходил там в Риге на урок, итальянец, с нами намаз читает. Ты верующий? Нет? Намаз читает. Немцу насколько там, о, мне нравится, это классная аэробика, говорит. Вообще классно, говорит, для тела это вообще там супер аэробика, супер движение. Другой говорит, а мне нравится пост с вами держать, говорит, это вообще там исцеление. Другой говорит, а мне нравится закят давать, то есть, ну, подавать милостыню, то есть, это ему приятно, да, то есть, кому-то помочь, пусть даже с хорошей стороны. Но они неверующие. То есть, что бы ты ни взял, запретов ислама или предписаний ислама, они соглашаются с этим, делают это. Значит, такой неверующий, идет дальше тема, в некотором отношении, признавая истину, что это истина, это правильно, это хорошо, принимает он эту истину, удостоился ислама, этот неверующий удостоился ислама. И его можно назвать, конечно, здесь я сам открываю скобки, аллегория такая, да, его можно назвать в кавычках неверующим мусульманином. Конечно, такого термина нет, но его можно назвать неверующим, он не принял Бога, но он мусульманин, подчинился законам Божьим. Также я видел некоторых верующих людей, которые не выказывали сторонничество к короническим законам, не считали их необходимостью. Ну, то есть, частые комнаты в Азии, там, да, намаз пойдем, брат, намаз, да, не работать надо, короче, работать тоже поклонение. Так свинья же запрещено, а, это раньше холодильников не было, а сейчас, типа, можно. И так далее, всякие отговорки находили. А когда спросишь, ты веришь Богу, да, конечно, Аллах есть, Аллах один, все там. То есть, я, говорят, ученые, видел таких мусульман, себя верующим называли, да, которые не выказывают сторонничество к короническим законам. Таких называют верующий, не мусульманин. Первые были неверующий мусульманин, а эти верующий, он верит в Бога, в ее существование, но он не подчинился, не сделал кеслим, не мусульманин. Теперь идет самое красивое. Это один из первых моих вопросов до принятия ислама. Как мне спастись? Как спастись от вечных мук, от наказания? Человек хочет, не хочет, в подсознании, он так заложен ему, он сделан Богом так, он хочет спасения, он хочет найти точку опоры из-за своей слабости, беспомощности, нужды, бедности. Какой бы ты богатой силе не был, ты ищешь точку опоры, потому что где-то в подсознании мы маленькие дети, слабые и беспомощные. А тем более, когда стоит перед твоими глазами смерть, как кто меня спасет от смерти? И вот тут вопрос сразу. Может ли вера без ислама, может ли вера без ислама быть почвой для спасения? То есть мы рассказали, что он верующий, у нас много сегодня в Азии ребят, он верующий, но он не подчинился, он не выполняет божественный закон. И может ли быть его вера без ислама почвой для спасения от веры? Так же, как ислам без веры не является почвой для спасения, причиной для спасения, так и вера без ислама не может быть причиной для спасения. Теперь вернемся к началу нашего разговора. Тогда что же или почему же мы проявляем уважение и любовь к Европе? И почему сегодня многие хотят туда поехать? Оказывается, они бегут и опьянены, и влюблены не в немцев или в других странах. Они влюблены в качество ислама. У них сифат ислама – добропорядочность, уважение, учтение прав других, пунктуальность, рано вставать на работу и так далее. Это все исламские качества. То есть им нравятся и восхваляют они не, по идее, не немцев, а их исламские качества. Их исламские качества. Тогда, брат, туда не нужно ехать. А если ты едешь в Европу, то только для того, чтобы опять вернуться к своим истокам, стать настоящим мусульманином. У безверных учиться исламу. То есть то, чему нас научил порок Мухаммад, алей саляту вассалям. А по идее туда и ехать-то не нужно. Исполняя сунну, исполняя приписание ислама, подчиниться, покориться. Не просто так на словах, а действительно бояться оступиться, потому что будет наказание. Мы только что прочитали. Есть ли спасение, будучи верующим, но не мусульманином? Не подчиняться законам Бога. Нету спасения. То есть человек будет наказан. Он пойдет в ад, в огонь. Как это в огонь? Он же сказал шахаду. Согласен. Что такое спасение? Давайте разберемся. Спасение это когда? И настоящий праздник. Когда нам подадут в день суда, после отчетов, тетрадь с правой стороны. То есть ты без наказания зайдешь в рай. Это и есть спасение. А те верующие, которые грешили, и об этом есть много хадисов, они на какое-то время, а это не день-два, да даже хотя бы день, да, пойдут в ад, гореть. Это будут тысячи лет. И это не спасение. Это унижение. То есть я своим неправильным действием достиг такого состояния, состояния неуважения к моему мастеру, к моему творцу, что он меня отправляет в ад. Когда они замечали, как неприятно, когда кто-то тебя игнорирует. То есть ты к нему всей душой, там лицом, а он тебя отворачивается. Как это обидно, правильно же? И мы всю свою жизнь поступаем в таком отношении к Аллаху. Он ждет от нас благодарности. Он хочет, чтобы цель сотворения Вселенной работала правильно. А мы отворачиваемся. И вот в день суда он отвернется от нас. И это будет больно. Есть много, конечно, тонкостей, которые можно разбирать и говорить, да, почему тогда мы так поступаем, почему не поступаем по-другому. Это все мудрости, которые нужно как шкатулки раскрывать нашим серым веществом. Почему Аллах так пожелал, почему Он это сделал. Это разные и другие темы. То есть человек, сказавший ляй-ляхаллах, да, он в рай зайдет, но после наказания. И это не спасение. Спасение, истинное спасение, когда мы без наказания зайдем в рай. То есть достичь, как бы, довольства Аллаха, когда Он и через ангелов скажет, да, Ахлян сахлян, заходите в рай, да, добро пожаловать. А не унижение, когда тебя, как паршивую собаку, за твое неуважение кинут в огонь на тысячи лет. И потом одолжение тебе сделают, да, ну ладно, вроде как признал, ладно, так и быть, заходи в рай. Это не спасение. Это есть настоящее унижение. Так вот, любовь к европейцам и к Европе лежит не в немцах и не в других там, кто там у нас там еще есть, а в исламских качествах, да, любить, проявлять любовь к неверующим, автоматически быть недовольным исламом, да. Но есть истина, там красиво, да, красиво идет от исламских качеств. И так и нужно выражаться. Нам нравятся исламские качества, которые они используют. То есть мы любим ислам, мы мусульмане. У учителя спрашивают, почему безверные выше нас на высоте? Ошибаетесь, говорит. И дает ответ, уникальный ответ, мне он так нравится. Верующие или исламские качества безверных, исламские качества безверных, временно побеждают немусульманские качества верующего, да. Валя, хиба, тулиль, мут-таким, но все равно будущее за мусульманами. Но в этом мире мы проигрываем из-за того, что мы используем и живем по немусульманским, то есть хафирским качествам. И мы проигрываем. Значит, наша цель, нужно вернуться к исламу. И, аль-хамбилля, в этих книгах есть много-много полезных советов, как это сделать, да, как не опозориться в день суда, как спасти свои, свою веру и так далее. В Европе много вижу, в последнее время приезжают люди с Казахстана, с Узбекистана, с Таджикистана, да и с Турции за большими деньгами, с такой какой-то лживой, допустим, а, Европа, Европа, как будто там деньги рекой лопатой там гребешь и так далее, да. Смешно и жалко каждому, говорю, брат, пока ты вообще не обанкротился, беги скорее домой к маме, беги на родину, родина есть родина. Терпеливо, спокойно, да, экономно ты будешь спокойно жить на те деньги, которые ты приезжаешь и просаживаешь, тысячи евро, чтобы там где-то уцепиться за что-то. Сколько людей. В Европе сейчас очень сильно, да, обманывают, не платят зарплаты, да, люди приезжают, просаживают все, потом мне соглашаются, да, говорит, ты был прав, говорит, но уже все, говорит, я попал и возвращаюсь без ничего. Да, отношения ужасные к ним, да, с таким отвращением на них смотрят, да, то есть, и мы едем и целуем ноги этим безверным, где наше самоуважение. Этим действием я проявляю недовольство к исламу, и вы думаете, Аллах нас составит на высоте? Да нет, конечно. Поэтому многих унижают прямо вот в грязь лицом. Терпеливо, ждите своего удела, да. Дома, и все Аллах Аспам получит, да. Сегодня в Турции, допустим, раз мы находимся в Турции, каждым приездом, обязательно я с кем-нибудь, не то что спорю, да, даже умоляю уже, братья, перестаньте жаловаться, да. Потому что сегодняшняя беда турков, да, это жалоба. Аллах сказал, жалоба, это значит недовольство моей судьбой, моим решением, я сотворяю хорошие времена и плохие времена. Твоя жалоба, значит, укор мне, значит, я тебя унижу еще больше. Жалоба уменьшает берегет, достаток. И поэтому я говорю, братья турки, я говорю, перестаньте жаловаться, вы своей даже, может быть, в какой-то мере, как-то сказать по-русски, обоснованной жалобой, да, то есть это действительно есть такое, да, трудности есть. Но вы что здесь хотели, рай на земле? Да не этот имдиган. Да, и поэтому терпеливо, будь доволен судьбой, терпи, и Аллах тебе даст много. А благодарность увеличивает награду, увеличивает плоды. И это не только для мусульман, это общая система, закон Аллаха. Будешь жаловаться, значит, ты упрекаешь Творца, значит, ты будешь унижен. Будешь благодарить за то, что ты имеешь. Во-первых, Аллах тебе даст берегет. Во-вторых, это в нем уже, в этой благодарности кроется счастье. Ты будешь наслаждаться жизнью. И сегодня у нас братья, приезжающие к нам в Европу, это недовольство исламом, это недовольство своей страной. И мы видим, в каком положении находятся наши страны, да. Много прекрасных братьев-таджиков сейчас живет в Литве, Латвии. И знающий арабский, знающий красивый Коран. Но они оставили свою страну на кому? Безверным. И сейчас у них там все начинают запрещать. Кто виноват? И жалуются, теперь еще больше жалуются. У нас то запрещено, то запрещено. Кто виноват? Ты Дуния, Дуния уехал за Дунией сюда, за мирскими наградами. Оставил свою мать, своих детей, своих, я не знаю, там, родину, свою службу Корану на кого-то. И ты думаешь, ты не будешь унижен? О, человек, высшая цель этой Вселенной состоит во всецелом человеческом поклонении в ответ на проявление божественного господства и заботы нашей. То есть человек хочет здесь наслаждаться. Оно заложено в нашем инструменте. Один из сотен инструментов у нас есть нафс, эго. Его непосредственная прямая обязанность получать наслаждение. Это машина получения наслаждений. Поэтому мы хотим здесь хорошо жить. Это нормально. Но только разум, совесть, религия и так далее, испытания, должны нам подсказывать, что ты не только для наслаждения здесь. Вторая часть его обязанности этого нафса, этого эгоизма, познать Творца. Аллах создал нас и вложил в нас это эго, чтобы мы познавали его. Сколько раз мы упоминали этот пример, да? Каждый из нас сегодня подошел в ванну посмотреть в зеркало, причесаться, да? Ради чего мы смотрим в зеркало? Ради посмотреть, узнать, какую толщину стекло? Да нет, конечно. Я смотрел на себя любимого. Точно так же Аллах смотрит на эту вселенную, как в зеркала, в которых отражаются его имена и качества. И ему нравится смотреть на то, что он делает. И ему приятно, когда зеркала, подчинившись, отражают так, как он хочет, а не так, как зеркалам хочется. Представь, теперь ты зашел в зеркало посмотреть, а зеркало берется и говорит, нет, а я хочу отвернуться в другую сторону. И я тебя разом и выкину, там, я не знаю, там, и ты висишь ради меня. Это кусок стекла. Точно так же человек. Так вот, человек, высшая цель этой вселенной, состоит во всецелом человеческом поклонении, в ответ на проявление божественного господства и заботы. А самой дальней целью человека является достижение уровня такого... И излагает в таком виде, что этим изложением делает такое указание, несомненно, что приближаясь к концу времени, человечество обратится к знаниям и наукам и будет получать от них силу. То есть каждые времена Аллах дает определенные степени, уровни, как бы вертит со всех сторон нас, чтобы наша машина работала в бедности, в богатстве, в униженности, в возвышенности и так далее. То есть с разных сторон. Недавно я размышлял, на ум пришла такая вещь. Часто слышу от своих стариков, братьев, вот в наше время было хорошо. И заметил один раз я тоже, вот в наше время, а потом оп, поймал себя за язык и говорю, а почему я жалуюсь на сегодняшнее время? То есть или я уже настолько постарел, что как они начали жаловаться на сегодняшний век, или я не разбираюсь в сути происходящего. А именно, прошлое столетие кто сделал? Сотворил? Аллах. В сегодняшнее время кто сотворяет? Аллах. Значит, как и прошлом мне нравилось, так и сегодня нужно раскрывать мудрости, которые хоть мне не нравятся, но и Аллах хочет, чтобы они раскрылись. Сегодня с такой береги, такие раскрытия таинств Аллаха, такой достаток, да? Фасубхан Аллах, кусок металла тебя везет по морям, тонны груза, другой кусок металла тебя в воздухе держит, и так далее, да? Телевизоры, хендики, гаджики, маджики, кого только нет, чего только нету. У каждого свои дома, и так далее. Когда это ты мог себе позволить? Где-то так 60 назад. Это была сказка. Сегодня это в порядке вещей. И мы еще в этом берегите жалуемся. Нам чего-то не хватает. Кто тебе сказал, что ты должен жить здесь, как в раю? Тогда что заставляет меня жаловаться? Ненасытность навса. Мы его обогатворили. Как это так, ты меня задел? Как это так, ты ущемил мои права? Как это так, там, я не знаю, там, как здесь в Турции, да? Лук, картошка подорожали и так далее. Правительство плохое. Блин, да улыбнись ты. Да, у тебя все есть. Нет, картошка на 5 копеек подорожала. И начинает хаять правительство и государство. Это позорище и постыдно. Нет, нет, в Ютубе выходит там видео, там один говорит, я хотел в Турцию, там, вернуться, там, а сейчас передумал. Я говорю, да и не приезжай сюда. Пусть приезжают сюда те, которые, как романы, герои своего государства, которые терпеливо за свою отчизну, не то, что там, не знаю, там 5 копеек, жизнь отдадут. Потому что на этом самопожертвовании Аллах возвышал народы. А когда ты как маленькая, там, капризный ребенок, как женщина, жалуешься из-за, там, не знаю, там, стиральный прошок нету, там, или там подорожал, да? То есть Аллах унизит тебя. Жизни жертвовали люди. Несомненно, сегодняшнее столетие прекрасно. Проявление Курана в этом столетии на него прекрасно. Это тема, как раз, вторая тема 20-го слова, где описывается про чудеса пророка, почему он наделил разных пророков чудесами. Какая-то история в Куране, притча в Куране, что она мне сегодня дает. Сулейман алей-салям летал, Иисус алей-салям оживлял, Моисей алей-салям море разделял и так далее, там, посохом воду добывал. Но, оказывается, это все уникальная, высшая степень примера, о, человек, стремись к этому, он поставил нам высшую планку через пророков, к которым можно только стремиться, не лениться и стремиться. А мы, жалуясь картошку и там на лук, мы не достигнем этого. И вот сегодняшнее столетие, да, тяжело, телефоны, эти гаджики, они отбивают людей от знаний и всего, но они тебе дают почувствовать красоту, возможности единобожия. Как Аллах наблюдает за всем миром и движет каждым атомом. Фа субхана Аллах. Раньше тебе этого было невозможно понять. Сегодня очень легко. И сегодня, в этом столетии, да, власть и сила перейдут во знание, говорится здесь. И то, что Куран, превосходно излагающий, имеет многократное превосходство по своей чистоте изложения и красноречию, косвенно дает понять, что красноречие и чистота изложения, являющиеся самой блестящей наукой, самым прекрасным умением, со всеми своими разновидностями, примут в периоде конца времен самый ходовой вид на красноречие. Объяснить людям не мечом привести его к вере, убив там и вогнав в рай, а красноречием и доказательствами мудрости веры, этим алмазным мечом веры, дать ему почувствовать и зайти в рай. Сегодня духовный джигад. Доказать существование Аллаха, вечного мира, пророчества, мудрость Курана, и этим алмазным мечом открыть врата в рай. Раньше был материальный джигад. Тоже была прелесть. Жестко и коротко секир башка и ват. И все. Сегодня секир башка нафса красноречие и чистота изложения, являющиеся самой блестящей наукой, самым прекрасным умением, со всеми своими разновидностями, примут в период конца света времен самый ходовой вид. Даже для того, чтобы заставить друг друга принять свои измышления и для того, чтобы подчинить друг друга своей власти, самым мощным оружием людей будет чистота изложения, а в свою непобедимую силу они обретут в искусстве красноречия. Маашала. То есть Аллах сегодня подготавливает человечество к искусству красноречия, а вышлем красноречия является кто? Куран. Непобедимое красноречие. Значит, если мы достигнем этой степени, этих знаний, мы можем спокойно переубедить любого самого упертого безверного и привести его или подвести его к вере. Или хотя бы оставить оружие, чтобы он сложил оружие против борьбы ислама. Многие есть у нас в Европе, которые, да, я не принимаю, но я вижу красоту. И они оставляют борьбу против ислама. И это уже победа Куран. То есть он не принимает, это не так просто, это большой подарок веры, это нужно проявить волеизлияния и так далее, но он, понимая и склоняясь перед красотой и красноречия, минимум оставит оружие против ислама. Вывод. Вывод. свет и какое ясное сияние он разливает и распространяет над божественными истинами и над реалиями вероятности. То есть сегодня тема, опять же, Европа. Любовь к ней или любить ее, или не любить. Почему она выше нас? Как они поднялись? Они поднялись через знания. Как теперь мне спастись и помочь спастись им, изучая красноречие Курана, давать мудрые ответы и минимум, чтобы они сложили оружие и пропаганду против Курана. Не хотят принимать это их проблемы. Хотя по многим хадисам известно, что в конце света сами христиане будут искать спасение от деджала, от этой системы деджалской. Сегодня в Европе разврат, страшнейший разврат. Уже сами они, простой народ, начинает восставать против этого негатива. И как они ищут выход? И тут выходит Куран и говорит, выход есть. Красота в исламе. Многие, будучи неверующими, заявляют, что ислам только спасает максимально и помогает спастись от этого разврата. Потому что разврат, это означает разрушение государства. Итог. Поскольку аяты, сообщающие о пророках, помимо указаний на сегодняшние необыкновенные достижения человеческой цивилизации, также несут в себе некий вид изложения, который словно прочерчивает еще более передовые рубежи. Машаллах, да? навимля ифтихар ифтихар июром, сказал бодюзаман сайт нурси. То есть я горжусь человечеством. Я горжусь человечеством, которое благодаря своим молитвам, действиям и молитвой словами достигло или получило от Аллаха такой прогресс. Азиа Аллах. И поскольку несомненно, что каждый аят указывает на многочисленные смыслы, что является общеизвестным и общепринятым, и поскольку есть повеление об абсолютном подчинении и следовании пророкам, в таком случае можно сказать, что наряду с указаниями аятов в прямом смысле в них содержится и косвенное указание, дающее стимул к развитию важной части человеческих наук и промыслов Маашала. То есть эти рассказы, эти притчи в Коране о пророках не просто притчи, это большой стимул к развитию важной части человеческих наук и промыслов. Субханака ла айлма лана илля ма алямтана илля ма алямтана илля ма каанта ла алим хаким ва хирдаванан илля хамду лилля хирабил алямин аль фатиха ма асалават Друзья, чтобы иметь доступ к книгам Рисалейнур, аудио, видео и актуальному интересному контенту, переходите по ссылкам в описании или по QR-коду на вашем экране. Вносите свой вклад в распространение ислама и укрепление имана. укрепление .